Ну что, настало время для очередной распаковки, но это будет не совсем распаковка, потому что то, что я показываю вам сегодня, в принципе, для меня очень уже знакомо, потому что я этим пользуюсь, уже больше года на самом деле пользуюсь, возможно, вы тоже используете этот ресурс для своей торговли, но тем не менее, давайте сегодня с вами попробуем разобраться, чем же плох или чем же хорош ресурс TradingView. Поехали! И вы можете сказать, блин, Юр, какая нафиг распаковка, ты этим продуктом пользуешься давно и ты знаешь его сильные и слабые стороны, очевидно, что сильные стороны перевешивают, иначе я бы не использовал этот продукт. Логично? Логично. И сейчас можно сказать, что, блин, сейчас это будет не распаковка, а будет просто-напросто реклама. Но я вам хочу сказать, что нет, это не реклама, а распаковка это не про рекламу. Распаковка это про ресурсы, про продукты, которые помогают трейдеру или инвестору совершать какие-то конкретные операции. Нравится вам или не нравится, welcome в комментариях. Вы, безусловно, можете писать о плюсах и минусах любого продукта. Это только поможет нам с вами разобраться в истинной ценности. Но я тут замечу, что трейдинг-вью я распаковываю не просто так сегодня, потому что впереди что? Впереди темные времена. Я говорю про Черную Пятницу и трейдинг-вью на самом деле организуют Черную Пятницу. И я сейчас выпускаю этот материал, потому что знаю, что Черная Пятница будет в трейдинг-вью. Я не буду давать выгодное предложение. Вот она, учетка, моя платформа трейдинг-вью. С аккаунтом премиум, который некоторые говорят, ну премиум мне кажется себе может позволить. Ну смотрите, у меня годовая подписка премиум, которой осталось жить всего лишь 30 дней. И следующий платеж будет почти 600 долларов. Состоится он 18 декабря 2020 года. Но тут я готов признаться. Я не оплачивал 600 долларов в год. Я купил значительно дешевле. И как раз таки вот в эту самую Черную Пятницу. И вы тоже можете это сделать. Потому что с 23 по 2 декабря включительно трейдинг-вью будет проводить эту самую Черную Пятницу. Используйте ссылку, которая находится в описании к этому видеоролику. И вы тоже сможете воспользоваться достаточно выгодным приложением. Смотрите. Фактически я оплатил 26 ноября в 2019 году годовую подписку со скидкой 60% и заплатил за это 287 долларов. Причем, если вы посчитаете, то вы обнаружите, что 287 долларов это не 60% от 500. Нет, это значительно меньше. А почему же я и здесь заплатил меньше? А потому что до этого я тоже покупал ресурс трейдинг-вью за 155 долларов. То есть понимаете, я до этого купил ПРО. И когда наступила Черная Пятница, я доплатил разницу и получил скидку 60% и соответственно аккаунт премиум. Нужен вам аккаунт премиум или нет? Ну, тут решает каждый сам. Ну, давайте посмотрим, какие есть плюсы, какие есть минусы во всем этом деле. Для чистоты распаковки я зарегистрировал новый абсолютно аккаунт на свою резервную почту. И вот так тут выглядит регистрация на трейдинге. Ну, пусть будет Юрий Март продолжить. Могут загрузить сюда свои фотографии. Вот те самые подписки. Кстати говоря, любая подписка на 30 дней бесплатна. Я уже это и забыл. Basic Pro, Pro Plus и Premium. Плюсы и минусы разных подписок серьезные. Поэтому я не буду здесь ничего придумывать. Я размещу ссылочку в описании. Так и будут плюсы и минусы подписок. И по этой ссылочке вы перейдите прямо на эту страницу и посмотрите все это дело самостоятельно. Но я хочу выделить несколько серьезных отличий, которые для меня вот прям стали важны на самом деле для вот приобретения премиума. Первый из них это, собственно, отсутствие рекламы. Я изначально планировал, что платформа TradingView будет демонстрироваться через мой YouTube. И знаете, наличие рекламы мало того, что это подтверждает, что у меня бесплатная табличка, бесплатная подписка. Я вообще нищеброд. Так, кроме того, я еще могу получить и бан от YouTube, потому что какая-то хрень рекламируется помимо меня. Дальше еще одна очень удобная штуковина. Это количество графиков в одной вкладке и одновременное количество устройств. О чем я говорю? Я говорю о том, что я могу открыть вот такое количество графиков. То есть здесь у меня два. Я могу сделать и четыре, и пять, и вообще просто нафиг восемь. Насколько это полезно? Ну, не знаю. Если бы у меня был 8К-монитор OLED, я, может быть, и сделал бы 8 графиков. Но, честно говоря, мне двух вполне достаточно, а в какой-то момент даже достаточно и одного. Секундные интервалы. Они, на самом деле, не очень мне подходят, да. Но если вы жутчайший скальпер, то попробуйте. Почему нет? Потому что секундные сигналы – это вот таймфреймы. Можно посмотреть часовичочки, минуточки, а можно просто воткнуть и глянуть, как там вообще ситуация развивалась на секундах. Вот прям для тех, для тех, кто прям интродейный, интродейный. Технически вы можете заниматься и скальпингом, потому что интервал одну секунду не каждая платформа отдает. Конечно, есть и платформа, которая дает и тиковое значение, что меньше, чем секунда, но это облачная платформа-то на самом деле. И отсюда вы тоже можете торговать. Посмотрите внимательно. У нас здесь внизу есть вкладочка, которая называется «Торговая панель». И через эту вкладочку вы можете подключить свой реальный брокерский счет прямо к платформе. И что называется «Торговать непосредственно из платформы». То есть это не только аналитическая платформа, это торгово-аналитическая платформа. Дальше. Еще одна очень крутая штуковина – это внутридневные графики, основанные на выбранных формулах или спредах. Стоит отметить, что написано как попало, но я попробую объяснить на пальце. У TradingView есть очень сильная функция, как мне кажется, очень сильная функция. Мы можем сравнивать одни графики с другим, мы можем умножать один график на другой график, либо на какое-то число. Мы можем делить, мы можем отнимать, мы можем делать все, что угодно с ценами, с графиками на самом деле. И вот этого я не припоминаю, кто это еще дает. Так вот, в базовой подписке можно умножать, делить, отнимать котировки, но смотреть можно только дневные графики. А с подпиской премиум вы можете делать то же самое внутри дня, потому что нагрузка серверов совсем другая, и здесь, конечно, требует оплату. Более того, мы можем с вами получить графиков, которых в принципе нет. Например, сколько стоит бочка нефти Brent в рублях. Для этого нам нужно с вами сначала узнать, сколько вообще стоит бочка Brent. Чтобы нам вычислить, сколько это в рублях, нам нужно этот самый Brent умножить на что? Умножить на курс. Доллар против рубля. И таким образом мы просто берем, убираем. Вот у нас формула, и мы такие оп, окей, и получаем нефть в рублях. Так вот, эта функция, внутридневные графики, основанные на выборах формулах, доступны только в ProPlus и в Premium, если вы будете смотреть внутри дня. То есть на всех других подписках вы просто можете смотреть то же самое, но в рамках дня меньше вам спуститься не дадут. Что касается раздела технической анализы алгоритмы, вот еще одна причина, по которой мне пришлось купить платную подписку, ну как минимум сначала Pro, потому что можно посмотреть индикаторы профиля объемов. Ну то есть речь идет о рыночном профиле, который я использую как основной инструмент для определения настроения участников на рынке, да. И выглядит он примерно таким образом, то есть мы нажимаем индикаторы, здесь огромное количество индикаторов встроенных. Я никогда и даже не могу даже понять, сколько нужно времени для того, чтобы все это дело использовать. Более того, платформа дает возможность писать индикаторы самостоятельно, есть люди, которые занимаются этим, да, и есть популярные индикаторы, придуманные просто обычными людьми, не знаю, программистами, кто. Их огромное количество, вы можете их все посмотреть, включить, может упаси. Но вот есть вот конкретный профиль объема, да, он появляется с любой платной подписки. Очень часто я беру вот так тут и показываю вам, смотрите, здесь у нас какие-то там скопления. И вот это вот мой основной технический анализ. То есть мой и всех тех людей, которые тоже проходят интерактивный семинар. Но с недавних пор, а точнее вот буквально несколько дней назад TradingView, на мой взгляд, сделал подарок. Вот прям по-другому даже не скажешь. Потому что что они сделали? Они включили здесь, значит, в обычные инструменты для анализа, индикатор, фиксированный профиль объема. И вы можете сделать то же самое, растянуть профиль так, как вам нужно. И это, хоть и немножечко другое, нежели рыночный профиль, но тем не менее, это уже находится, насколько я понимаю, в бесплатной версии. И это круто, потому что то, за что я платил раньше, сейчас они раздаются за бесплатно. И это классно, но это не заставит меня откатиться назад. Почему? Потому что куча других есть плюшек в платной подписке. И опять же, следующий плюсик, это вот. Активное помещение на основе цены индикатора стратегии объектов рисования. И если в простом метатрейдере четвертом есть обычные алерты, которые перестают работать после того, как вы выключили этот самый метатрейдер четвертый, то TradingView вас вообще не оставит ни на секунду. Потому что он может отправлять уведомления по SMS, по email и даже через приложение. Устанавливайте приложение себе на телефон, так оно называется, TradingView, вас охотите в том же самом аккаунте. И все алерты, которые поступают в ваш терминал, отображаются здесь, в вашем телефоне. А если есть часы, так вообще просто вас не оставят в покое. То есть вы сигнал не пропустите. Причем установить это напоминание достаточно легко. Вот я смотрю, допустим, мне интересно, когда вот эта вот нефть будет стоить 43. Поэтому я такой хобана добавить оповещение, а включил, и она добавилась. Дальше, вот мы сюда переходим в этот будильник, и вот она. Я могу настроить его в настройках. Что меня интересует? Банальное пересечение. Меня интересует пересечение снизу вверх, сверху вниз. Меня интересует больше, чем 43. Меня интересует выход из канала. У меня интересует движение вверх, например, на 1% в одном баре. Что мы с вами получаем? Бессрочно отправлять по e-mail, вебхук. Понятия даже не имею, что такое проиграть сигнал. Отправить e-mail, по смсу, безобразие какое-то. Сохранить. И что получается? И если цена на нефть вырастет в одном баре на 1%, больше, чем на 1%, мне придет оповещение. Это просто красота для тех, кто хочет быть в рынке постоянно, но при этом куда-то нужно ему отличиться. Расставил эти оповещения и пошел. Отлучай, сколько тебе хватит, до тебя доберутся однозначно. Это дичайший плюс и звучит, наверное, так как реклама, но серьезно, это та штуковина, которая вот стоит всех этих вещей. Потому что вы можете поставить алерт на какую-то акцию. Ну, например, вы хотите купить Сбербанк по 100. Ну, когда будет Сбербанк стоить 100 рублей? Да ну никогда, но вы поставьте этот алерт, и пусть он там на самом деле стоит. И когда все забудут, и когда перевернется мир с головы на ноги, или наоборот, в общем, сработает этот алерт, и у вас выползет вот в телефоне и скажет, Сбербанк по 100, бросай все, иди бери на все вообще, просто вообще. Ну, серьезно. Вы уже сами могли забыть о том, что хотели купить Сбербанк по 100, а там хоп, и пожалуйста, уведомление, пойдите, получить, распишитесь. Трейдинг Ю развивает еще и социальную часть трейдинга, да, потому что у них есть реальный раздел, и вы можете общаться в чате с другими участниками, вы можете общаться в чате по инструментам, в чате у кого-то там в подписке, у вас там огромное количество чатов, вы можете оформлять собственные видеоидеи, вы можете публиковать собственные идеи, причем вы даже можете посмотреть, да, то публикация приватных и публичных идей доступна, по большому счету, абсолютно всем. То же самое относится и к видеоидеям. Однако, с недавних пор трейдинг Ю запустил еще и прямые трансляции. Правда, пока это находится в бета-тестировании, но тем не менее, это круто, это классно. Я могу взять, нажать на эту кнопочку, сказать, да, господи, боже мой, я никогда не читал, что там написано, написать что-то в заголовке, написать что-то в описании, сказать, что окей, это лайф-трейдинг, запили сюда какую-нибудь интересную картинку, сказать, что это закрыто или публичное, когда-то, запланировать или сейчас. Дальше сохранять, не сохранять и транслировать или ретранслировать в YouTube или, собственно говоря, Twitch. И вообще, надо сказать, что идея проводить прямые трансляции прям вообще замечательная. YouTube, знаете, он такой большой и завоевать там какую-то аудиторию крайне-крайне сложно. Здесь, наверное, сделать это проще. Ну, потому что это все-таки трейдерское сообщество, где полным-полно трейдеров, инвесторов. И по большому счету, ты транслируешь не куда-то там в интернет весь большой и здоровый, да, а ты транслируешь вот прям в трейдерское сообщество и, соответственно, ты можешь отвечать и на вопросы непосредственно в чате, которые тебе поступают. И ты можешь, не знаю, какие-то комментарии здесь делать. И, собственно говоря, здесь есть даже какая-то мера поддержки для тех, кто организует трансляцию. Но мне кажется, что эта идея немножечко сыровата. Ну, все-таки она находится в бета-тестировании. Я надеюсь, что все это дело будет исправлено. И я туда тоже, может быть, перейду, почему нет. Но почему я туда не перехожу? Потому что, а, все-таки ограниченное количество кадров в секунду. Ну, во всяком случае, это видно. То есть, это достаточно такая тормознутое видео, хотя в нем все видно и разрешение тоже нормально не страдает. Во-вторых, нету возможности подключения через какую-то стороннюю программу. Дело в том, что я не транслирую на YouTube просто так. Я использую для записи одни программы, для трансляции я использую OBS. Ну, а здесь такой возможности нет. Да, то есть, я как блогер немножечко скован по инструментам, да, у меня нет возможности сделать какие-то красивые штуковины, которые я обычно в стримах делаю и так далее, и так далее. Но я не знаю, возможно, что это все будет исправлено. Возможно, что ко мне прислушаются в том числе. И они внедрят эту систему. Тогда да, тогда это будет классно. И я реально с удовольствием сначала буду транслировать в TradingView и потом делать ретрансляцию на YouTube. Если, конечно, будет возможность без фризов, без с использованием сторонним софта проводить прямые трансляции. Это будет прямо интересно. Это будет кайф. Но пока отметим, что это есть. Отметим, что это классно, что в этом направлении платформа движется. Но и кому-то она, возможно, подойдет. Кому-то реально это, возможно, подойдет. Это понравится. Но нет, не для меня. Не для меня я могу сделать картинку получше. Тем более, что у меня аудитория как минимум уже есть. И она не поймет, если я откачусь назад. Напомню, что мы сегодня распаковываем TradingView, потому что впереди Черная Пятница и Киберпонедельник. И я, как подписчик платного аккаунта, получаю письмо о том, что скоро будет распродажа со скидками до 60%. И я хочу, чтобы, если вам это стало бы интересно, вы бы этим моментом воспользовались. В описании к этому видеоролику будет ссылка на страницу вот этой самой распродажи. Черная Пятница. Я прям так для вас это все дело и оставлю. Принимать решение, какая вам нужна подписка и нужна ли вообще. В принципе, я думаю, ну, вы сами с этим справитесь. Задача распаковки показать плюсы, показать минусы всего того, что дает эта самая платформа. Но я для себя определился. Почему мне интересен TradingView? Давайте загибать пальцем. Во-первых, я TradingView постоянно демонстрирую в утренних брифингах, стримах. Почему? Потому что торговые платформы, типа MetaTrader 4, Quick, все что угодно, да, и даже тот же самый Atas, они делают маленькие цифры, цены. И в стримах это не видно. Я прекрасно понимаю. Я же тоже просматриваю свои стримы. И я вижу, как вот люди прям вот корячатся, называют какие-то цифры. Я могу в стримах не называть цифры, потому что вы их видите самостоятельно. Во-вторых, это облачность. То есть, фактически, TradingView не требует установки на компьютер. И я могу использовать ее везде. Я могу использовать ее в телефоне, в домашнем компьютере, в рабочем компьютере. Причем у Mac, туда невозможно поставить некоторые платформы, да. MetaTrader 4 можно поставить только через, не знаю, если у тебя есть бубен шаманский, можно, да, поставить. А Atas прям вообще нереально поставить. Quick нереально поставить. Ничего нереально поставить, только TradingView. Потому что что? Потому что облачная платформа. Более того, терминал от Тинькова, да, который мы с вами тоже смотрим. Ведь они выбрали в качестве площадки для демонстрации котировок, что TradingView. Нет, ну реально. Открываем с вами тот самый терминал и видим, что у них график, ну, тот же самый Тесла, график от TradingView. И все те же самые функции, правда, маленечко в урезанном варианте. Оп, все видно, все красота. И те же самые инструменты, которые здесь есть. Третье, алерты. Мне дико нравятся алерты. И, в принципе, то, как организовано все в терминале. То есть, по большому счету, я могу выставить список, который мне интересен. Я могу сюда добавлять абсолютно любой инструмент, который я обозреваю. Я его могу помечать в теми тикерами, как мне интересно. И могу делать из списков огромное количество. Я могу настроить график так, как мне нравится, а потом взять и загрузить какой-то другой график, который, например, я составил раньше. Ну, вот, например, сектор нефтегаза. Клик и, пожалуйста, загрузил все котировки. И котировки нефти, и котировки индекса нефти и газа нашего сектора. И все-все графики, которые я могу взять, отключить по необходимости, либо включить что-то, как оно есть. И посмотреть. Слушайте, а кто из нефтяников растет у нас быстрее всех? Ха, пожалуйста, Роснефть взяла и выросла. Молодца. И это здорово. Здорово, что все находится в одном облачном решении. В общем, я определился. Я буду участвовать в этой самой Черной пятнице. Не буду вам ничего советовать, а то вы скажете, что я вам просто в наглость все это пропихиваю. Я лучше оставлю все полезные ссылки в описании к этому видеоролику. С вас лайк, с вас любой комментарий. В комментарии вы можете писать вопрос, если что-то я не осветил, или у вас какой-то дополнительный вопрос есть. Welcome, я там присутствую. Ну и не забывайте поделиться этим видеороликом у себя в соцсетях, либо где-нибудь еще через кнопку поделиться, которая находится под видеороликом для того, чтобы продвинуть наш с вами актуальное и горячее предложение в массы, так сказать. Все, пока.